Завышены цены на горячую воду, излучение от антенны сотовой связи, находящейся на крыше дома, вредит здоровью. А яма в подвале превратилась в настоящее болото. Жители Кайманова-6 утверждают, что на все эти претензии от руководства своей управляющей компании они получают либо отписки, либо откровенную грубость. И о его грубом отношении? Грубые очень отношения. Очень грубые. Через век. Выслушав и жильцов, и коммунальщиков, глава назвал разговор неприятным, но полезным. Если бы у нас не было еще раз существующей структуры, которую мы создали, как председатель СТОС, как старшие по домам, как управляющие компании, или те органы-исполнители, которые должны этим заниматься. Вот если бы вакуум был, тогда бы был один глава для того, чтобы вот это все решать. У нас все это есть для того, чтобы не доводить до этого. И деньги в том числе по капитальному ремонту. Давайте в понедельник возвращаемся к этому вопросу. В течение этой недели полностью рассматривайте и пересматривайте взаимоотношения. Ждать понедельника жителям дома не пришлось. Суета во дворе началась в тот же день. Уже с утра специальная комиссия прибыла к Кайманову-6, чтобы лично убедиться, насколько обоснованы претензии жильцов. Свою работу комиссия начала вот с этого подвала. Вода в подвале размывает несущие конструкции здания, отчего девятиэтажка постоянно находится в зоне риска, жаловались жильцы. Но на деле никакой воды в подвале не оказалось. Вы сами бы хоть раз в подвал спустились, прошли и посмотрели. Мы ее как раз два дня назад проходили. И вот тут вот стояло болото. После экскурсии по подвалу перешли к другим проблемам, в числе которых и неправильно установленный пандус. Хорошо, здесь есть, конечно, уголок немножко не совпадает. Да, и вот так вот. Они его переведены. После всех дебатов каждый из оппонентов все равно остался при своем мнении. Совпадало лишь одно – обоюдное желание найти компромисс. Здесь уже какое-то между собой у них конфликтная ситуация. Старший по дому не хочет понять управляющую компанию. На любой вопрос, как вы уже увидели, агрессивно сразу же переделывает вопрос по-другому, перефразирует его. То есть, я думаю, им сейчас, на сегодняшний день, нужно, как я уже говорил, сесть в трубку мира закурить. Видеть в управляющей компании врага, но я не вижу смысла. Смысл какой? Нужно работать совместно. Мы ведь пришли сюда не воевать с населением, не обкрадывать его. Мы пришли сюда содержать в хорошем состоянии эти многоквартирные дома, что мы и делаем. Вчера там еще было, ну, не очень красиво. Сегодня, вот за ночь, это все подстрогали. И я надеюсь, что мы найдем общий язык, святую середину. И все наладится. Наталья Лушникова, Ильгизар Нуреев, Рафаэль Ракипов. Новости НТР.